всем привет значит если уж я за как говорится выставил видео как мы тут с ларисой парансили как я говорю ну значит я и должен выставить видео как у нас все случилось хорошо то есть мы поняли прошу понять и простить да ну весь день весь день всю неделю я ездил на работу с утра уезжал вечером приезжал видео было ставить никогда сейчас мы сейчас суббота лариса собирается на операцию здравствуйте друзья да мы вам по секрету расскажем мы помирились на через день потому что мы же живем вместе расходиться не собираемся что смешить одно место да люди которые строятся мне кажется где ругаются страшно так и мы же не исключение да мы уже сколько 32 года ругаемся миримся миримся ругаемся и в итоге продолжается у нас наше совместное путешествие по жизни так сказать как ты вчера сказал что мы все туда пойдем куда деваться грустно ну пойдем вот так вот ребят доченька привет тебе папа видишь как твой сыр поедает очень вкусно за завтраком а мама не поедает только папа ладно ладно поедем когда сейчас покушаем кстати салатик будем вчерашний есть какой салатик ты его вчера принимался слишком вкусный кушать ну ладно завтрак скромно кушать час я темно надо же всем объявить сказать что на все хорошо все ништяк сейчас поедем ларисы делать операцию вернее лариса поедет я ее повезу назад то будет у нас снег пошел все покажем хочу операцию делать операция короче на ноги я вам говорила девочки что мы у меня эти две шипицы ночью мы едем это не операция это так я договорилась сама ты очкуешь но я уже неделю боюсь дата приближалась суббота почему сегодня субботу потому что в такой день далеко идти и у нас сейчас гололед и не дойдешь туда пешком поэтому я ждала юру когда его будет свободен да мы даже отложили отложили устройство натяжных потолков как лариса хочет коридоре да мы за все спорим не расстраивайтесь девочки ладно дальше покажем что ты делаешь любит меня снимать вообще скажи мне что ты делаешь люблю тебя снимать и вообще люблю я тебя два дня пытала любишь ты меня или нет сегодня выедал а что торопиться так через два дня они вообще девочки никогда не унываю ну поругались ну я вообще к этому так отношусь поругались помирились что такого я злобу не таю ни на кого даже бывало с кем-то где-то поссорюсь я за нас до их расстраиваюсь один могу разговаривать на следующий день да какой на следующий сразу же буквально чёрт друг на друга злость копить я не успеваю доставать что ты еще хочешь ты я только хлеб нарезал ты уже сыр съел я завтракать не буду потому что мне нельзя почему мне нельзя мне можно просто я очень напряжена и расстроен это переживаю вообще очень сильно и боюсь быть быть а мне надо еще к маме заехать вчера в погреб слазила достала ей овощи огурцы и что там помидоры ну короче солонину надо и увести обязательно а то потом как я с ногой да у нее до мама болеет ну и решила похудеть чтобы хочу позже идет великий пост не приучили нас детству постам ко всяким там этим ну надо быть надо да я у мамы спрашиваю мама ты мне скажи пожалуйста твоя мама соблюдала просто она говорит никогда я говорю а твой папа на говорит нет а грех то у тебя из родни нагреты из родни у меня соблюдала пост моя бабушка она всегда держала поста дед никогда где-то кушал все и сало и все подряд где-то потому что вкалывал как лошадь я так думаю я говорю он наверное работал физически поэтому это как бы сказать пост не соблюдал она говорит работал физически насколько я его помню ходил говорит с палкой нас подгонял ну правильно он же старый был бабушка говорит она много трудилась она готовила говорит и пекла хлеб раньше же все сами пекли ну вот заговорили про пост поговорили я не знаю она живог но может кто-то соблюдает пост напишите хоть я вот думаю то ли мне с понедельника начать но это уже вот самое первое ходила на операцию сейчас сходишь и потом начни пост соблюдать всякие полезные вещества которые помогут тебе за это я думаю что пост он же не вредит здоровью надо же правильно это делать но я не готова это морально ты да это надо человек чтоб приготовился я думаю ну вот напишите мне правда же это это так это надо чтоб готов был к этому внутренне тогда он выдержит этот пост это же сколько-то там много дней да полтора месяца по-моему слушай я не знаю я я например верю что что то есть какая-то всевышняя сила ну назовем ее бог ну как ты говоришь не готов все узнать про это чуть постарше стану все-таки начну изучать мне кажется это не от возраста зависит этот момент чтобы я предположил что стану постарше верно нет может ты когда заинтересуешься тебя когда что-то заинтересует ты можешь до утра сидеть читать потом 15 минут вздремут и на работу это если что-то заинтересую так что это еще просто тебя не заинтересовало внутренне ты тебе это не пришло но я говорю стану постарше и буду интересоваться ну ладно будем надеяться сейчас он будет кушать ореховое масло такой у нас сегодня скромный завтрак сыр я уже слопал две палочки ладно все поехали поехали уже покажем как будем ехать пока выехали девочки мы со своей улицы уже даже через перекресток переехали а почему ты по этой дороге поехал что она более хорошая чем-то лучше немножко дальше но зато к маме не получается заехать потому что ключа нет а она поздно встает и я не могу рано к ней ехать вот поэтому еду короче я так и спереживалась надо вам сказать я даже не знаю сейчас еду и юре говорю хочу вернее спросить у него у меня даже из глаз слеза течет неужели от нервов это все как это говорят же не так страшен черт как его малюет но я не знаю почему мне так страшно что больно будет причем это боль будет длиться не один день возможно даже покажите нужно даже неделю потому что тебе по живому резать ой ну вот короче посмотрим сейчас что это и как сейчас частный кабинет я так полагаю это теперь хотя доктор уже нам известно она тебе гланды вырезала это было в девяносто шестом году да я помню как мы к тебе приходили и я тебе пельмени приносила доча 23 года доча и на руках и с андрюшкой а вот и я в новенькой билеточки доча подарила как я вам красотка в дочиных подарках нарядилась тут вся ну вот смотрите какая у нас сейчас дорога сегодня снег начал валить вторая половина марта снег попер нам дедушка мороз подчинил немножко дороги на некоторое время чинил их а сейчас пришла весна красна и опять на у на дорогах дырки огромные мы уже я думаю все привыкли к этому это уже у нас привычка многолетняя многовековая наверное это бабушка наша терпела мама терпела дали дедушка папа по ямам ездить теперь мы и внуки наши наверно также будут ездить надеюсь что мой внук не будет вот твой внук не в этой стране живет поэтому и не будет скорее всего а внучки будут ну все девочки я вам показала немножко дорогу поговорила с вами настроилась отвлеклась правда у меня аж слеза перестала из глаза капать или течь немножко полегче стало вот если мне будет страшно я буду включать камеру и рассказывать вам как мне страшно что так боюсь все включить уже там наверно будем сейчас искать этот кабинет мы еще там не были где 100 объявлений на этот дом да ты чё ну ладно будем надеяться что это так но я все таки полагаю что юра ошибается что ты хочешь показать как мы едем? угу угу гололед на улице гололед страшный хорошо колеса шипованы недавно тут открыли вот тут расскажу вот этот вот хот-дог киоск открыли до моего отъезда и что-то у них наверно не пошло посидели немного у нас идет только добыча нефти и газа остальное все не идет я заметил уже а еще до моего отъезда открыли вот этот магазин магнит и вот он стоит однако это же сеть большая ну прорекламирую магнит еще все дети кровопийцы Юра с утра уже настроился зарядился вот я хотела сказать вот эти сети и задавили все мелкое не сети задавили а законы задавили при чем тут сети все эти бы сидели как мышки законы были соответствующие а ну да это же все для них все для них и делают да а потом говорит ой малый бизнес ой денег нет ой дороги дырявые а мне мама тут сказала недавно новости она слышала говорит скоро опять будет процветать малый бизнес уже разрешают киоски я говорю мам а где разрешили то посмотреть она говорит уже в барнауле разрешили новости будущего молодцы ну ладно я ее не стала разубеждать потому что зачем человека нервировать пусть верит светлое будущее я еду по центральной улице по центральной улице уворачиваюсь от ям еще надо уворачиваться от встречных и боковых автомобилей сегодня суббота утро и такое ощущение что сегодня рабочий день вот ты посмотри сколько на улице народа я уже давно такого не видела куда люди едут вот зачем им ехать скажи мне за туманом осторожно а я еду а я еду за туманом за туманом и за запахом тайги вот двадцать первый дом ну я же тебе адрес неправильно сказала двадцать один б же должен быть это вот этот вот следующий это клиника там был магазин вот здесь скорее всего сбербанк здесь она бы не могла сказать что там сбербанк например в этом доме ну все мы сейчас мы сейчас зайдем вот двадцать один б улица Октябрьская двадцать один б куда поставить то не знаю наверное где банк ну ладно посмотрим вроде остановка разрешена сбербанк прибыли на место прибыли на место ну ладно мы не можем мы поднимем на место в в на место мы в в в смотрел напишите мне ну и вот все есть б ок Стой, 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 стой. Ох, молодец. Что бы мы без тебя делали? Вот мужик же. Ну, просто нет, отключаем и выключаем. А ты, случайно, не наш, тут туалет есть? Там туалет. Спасибо. Так, пока, Лариса, там операционные дела свои делать, она меня послала за водой и мусор выключает. Ну вот, затарил воды, две новые бутылки взял, четыре старые заполнил. А этой вещи, тещеньки, повезем. Ну, вот так вот, еду за Ларисой. Подъезжаю к кабинету, вот в этом здании он находится. За Ларисой. Посмотрим, как там себя чувствует. Пойдем, уже сделали операцию. Хотя еще назначали ей на 10.30, сейчас 10.17. Продолжение следует. Сейчас мы уедем. Я говорю, я обещаю вам, это не она, я обещаю. Директор обещает. Она, то есть по мудре, вы директор, да? Ну, может, например, который резать, тогда же видели. Вода увидела? Нож? Директор ножа, я. Вода. А вы ей помогаете резать или что? Нет, нож, который вы... Она носит. Вон, я ношу это, мой. А что, на чемоданчик у президента? Да, контора закрывает, цеха, а пусть она сидит, потом скальпель выковыривает, как глазки. Да что такое? Как глазки у картошки, да? Я согласен, пусть скальпель выковыривает. А что вы ушли-то? А вы по одному или вдвоем? Нет, вдвоем. А, ну, держать надо или как? Ты сама удерживайся. Смешной человек. Всего доброго. До свидания. Спасибо. А у меня там вдруг закрывает. Ну, да, босевы дают. Не носки, а ботинки. Душевы. Вообще, я сейчас все уменьшаю. Ну, вот, снимаю. Лариса вышла. Первое впечатление. Давай. Вообще, обалдеть. Ну, доктор, от бога, что говорить. Она уже сколько лет. Говорит, с Междуреченска приезжают сюда. Она обалденная просто. Даже это не реклама. Мы сколько лет ее знаем. Да, вы помните. Елена Александровна Александрова. Вот как. Это сейчас. Это пенсия. А-а-а. Не, она это. Сдала даже по сравнению с тем, что это. Наташка приезжала в четырнадцатом году, в пятнадцатом. Четыре года назад. Она получше выглядела. Ну, в смысле, помоложе. Вон машина. Почему она еще проезжает? Почему она так? Пошли. Ну, так, там. Ну, шлепки положим. Ну, ладно. Вышли от врача. Говорит, что? По хозяйственным делам. Списочка нет. Она в дешевый, в супер дешевый магазин. Да, подешевле. Я же супер экономная. Все, набрали. Что надо? Вернее, не все еще поедем. Пошли переходить. Юра, переживай за мою ногу. Сходишь с ногой с тобой. Ну, а когда еще мы сходим? Пока у меня еще анестезия. Ты куда хочешь? Назад? Ой, зря ты это сделал. Давай не сходишь. То есть на анестезии только будем, да? По магазину ходить. Когда нормальная мы не можем ходить. Лариса, трудяшка, после операции на ногу ходит. Ладно, пойдем дальше. Приехали на базу. Здесь называется Выбор. Раньше в десятых, вернее, в двухтысячных годах здесь все процветало. Люди работали. А сейчас все пошли. Типа база. А цены как в магазине, наверное, да? Нет. Здесь на 40 рублей дороже. А, дороже еще даже. Беру. Бери ее, что делать? Ну, да, так. Вот, уберем. Там просто 60, а здесь по 200. Вот тебе база. Вы берете, да, здесь? Здесь беру, так я где-то. Сейчас не беру. Не отнимается все, я редко уже, только вот в светофорках. Вот, да. Двесит все. Нет. У нас в пакетчик. Там, видите, заказание, что-то надо. Ну, я ничего не заказала, она просто ушла туда. Вы слышите, что водится? Нет. А скажите, рыба, горбушек, послушайте, кстати, на кухне. Одна, да? Ну, так бы мне штук 6-7. Скумбрия и две горбушек. Пока. А потом посмотрю еще. Нет, скумбрия-то, конечно, здесь не пахнет. Хорошая? Я уже сколько раз брала, но мне здесь не нравится. Ее разрез, конечно, она хорошая. Ну вот, кто из Малатайска, приходите, покупайте хорошую. У нас женщина с щучкой, как сказать, соблазнила. Соблазнила, не плохо забыла, соблазнила. Интересно, сколько она висит? Ну, не знаю. То есть ее в духовке запечь? Тоже. Я ее вот в духовке с майонезом, с чесночком настоится подсолить. Майонез-то вредный. Чуть-чуть, ничего. Зато она настоится, как шашлык. А потом положу вот так вот ее и запеку в духовке. Надо к вам гости прийти, у меня шли нет. Давай уж сами сделаем, а фамилий. Молодая, красавица, она вам лучше пена. Да, она хорошо все делает. Вы просто хорошо рассказываете. А я расскажу по работе, а она сделает еще лучше. Про рыбу так вообще. А сейчас вот я посту набрала этих, а это уже завтра погрешено. Погрешите? Пока не видит, да? Нет, он видит. Это неделя вообще самая страшная. Да, да. А может на ту неделю его ставлю? Да уж. Завтра вытерплю еще. Нет, если уж терпите, надо. Терплю. Нет, ну все-то не по здоровью. Вы понедельник не ели? Не кушали вообще ничего? Да вы что, бля? Ну у меня таблетки запиваю, вовстями мне никак не записать. Здорово. А мне еще... Так она пойдет? Слышно. Слышно. Да, отрешите. Слышно. Слышно. Работаю. Я их купила, хотела шарлотку сделать. Смотрите какие. Вообще отлично, я на их повырезала. Для шарлотки супер. А Юра говорит, дай мне яблочко, но я сейчас тебе помою то частенько. Дорога ложка к обеду. Вот хочу сейчас яблоко. Ну сейчас я помою, подожди. Видел. Вот у меня как козочка. Да, видел. Вместо того, чтобы ехать в аптеку за лекарствами, она тут бегает, покупает всякие еду. Трусы ненужные. Да, еду, одежду и тому подобное. Когда уже поедем в аптеку? Сейчас. Едем. Все, погнали. Наконец-то мы добрались до аптеки. Вот она, аптечка тут. А поменьше нету? Вот такой только показано. Понятно. А мастер, цикловир есть? Хлоргексидин нужен, нет? Нет. Раз мы поедем в другую аптеку за хлоргексидином. Мне неудобнее такое. Вадью-то, скажем, то и мазь там, да я куплю, скажем. 58 рублей. Нет, давайте, мазь я куплю, да и вдруг там нету. Ну все, наконец-то мы едем домой, Лариса. Да, у меня уже отходит анестезия, уже начинает ломить ногу. Да, пора уже в постельку. Да, пора уже домой причалить. Да. Ну все. Всем пока-пока, хорошего настроения. Пока-пока влог закончен. До встречи. До встречи за кулинарным видео, да? Не знаю, в каком-то. Или за автомобильным. Да. Хозяйка с базара домой пришла. Так как здесь я хозяйка с базара домой принесла. Короче, вот представляете, как мы живем. Мы даже воду возим. Правда, две новых купили бутылочки. Потому что вода супер мупер. Муки купили, яиц купили. Одна я хожу, по десяточку ношу. Потом, что-то правда мало, надо было сто брать. Вот что я вот взяла опять. Как приехала, еще не могу сообразить, что нам надо. Потом рыбы набрали, правда мы много. Ждите теперь видео с рыбой. Я скумрии набрала, щеку мы взяли. Ну вы, наверное, видели, нам там женщина рецепт давала, я не знаю, записала ты его на камеру, нет? Наверное. Горбушу взяла. Так, что еще? Вы, наверное, там заметили, девочки, вы такие внимательные, что у нас нет стола. Стол-то у нас теперь вот куда переехал. Давай я покажу. Я же его теперь как бы решила реставрировать, потому как он был старый. Вот, тоже я видео снимала, поэтому посмотрите. Ну, еще будет видео, еще вот мне предстоит. Это я за вчера вот столько сделала, всего лишь. Потому что очень длительный процесс, долгий. Отходить? Да, с клеем. Выдавливать клей, это через тюбик. Вот он. Юрик, спасибо ему, что он меня свозил. И еще раз я потом уже пешком сама схожу на удаление. Так, все нормально прошло. Будем теперь лечиться, обрабатывать раны и ждать конечного результата. Ты что удаляла, что не скажешь? Ну, я же говорила, я шипицы удаляла. Ну, ладно, девочки. Сейчас всем пока. Теперь на этом уже точно пока. А мы будем разбирать сумки. Продолжение следует...